Друзья, привет всем! До официальной премьеры Samsung Galaxy S20 осталось уже меньше месяца, в сети есть очень много утечек, уже по сути дела слито все, начиная от названия смартфонов, заканчивая их внешним видом и характеристиками. Давайте сегодня все подытожим и будем, скажем так, наготове встречать эти аппараты. Погнали! В начале пару слов про название смартфонов, почему же все-таки не Galaxy S11, а Galaxy S20. Об этом заявил генеральный директор мобильного подразделения Samsung DJ Koch, он подтвердил, собственно говоря, название смартфонов Galaxy S20, S20+, и S20 Ultra. И причина этого изменения достаточно проста, переход в новое десятилетие. Ну и, собственно говоря, отличие в нумерологии от других производителей. А вот следующие модели будут называться Samsung Galaxy S21, S22, S23, и это достаточно удобно, так как названия совпадают с годом выхода аппарата. Давайте перейдем теперь к внешнему виду смартфонов. Значит, уже хорошо известный нам сетевой информатор под ником Ice Universe, который регулярно публикует интересные сведения о новых смартфонах, выложил официальный рекламный постер Samsung Galaxy S20. Сейчас вы его можете видеть на экране. Судя по габаритам, на картинке показаны 4 копии одной и той же модели. Судя по всему, это обычный Galaxy S20, то есть преемник Galaxy S11e. Как видим, у него экран обычный, без загнутых краев, ну и, соответственно, маленький вырез круглый под фронтальную камеру на манер Galaxy Note 10. Все, как и ожидалось. Ранее я напомню, что Insider OnLix уже выкладывал рендеры смартфона по чертежам, которые утекли из Samsung, но это уже старшая версия, соответственно, S20+. Здесь мы видим экран с загнутыми краями. Также хочется отметить то, что у нас на плюс-версии, как и на обычной кнопке питания и громкости, находится с правой стороны. Нету дополнительных никаких кнопок, типа там Bixby. Ну и сзади у нас, конечно же, массивный прямоугольный блок из пяти камен. А сейчас я пока хочу вам напомнить про компанию Future Technologies. Она занимается инвестициями в перспективные IT-стартапы, блокчейн, искусственный интеллект и прочие технологии. Самое интересное то, что вы тоже можете заработать вместе с компанией, но при этом разбираться в самих технологиях нет никакой необходимости. За вас это сделают специалисты с огромным стажем в инвестициях, более 12 лет. Вам нужно просто на сайте зарегистрироваться буквально в пару кликов, выбрать подходящий план, внести депозит от 100 рублей и затем просто получать стабильный доход 1,2% в сутки. Так что для тех, кто хочет начать зарабатывать, ссылочку я оставлю в описании под видео. Помимо всего этого, еще известный индийский инсайдер Ишана Рагвала публиковал на своей страничке в Twitter изображение всех трех смартфонов серии. На этом фото также подтверждается все вышесказанное про расположение кнопок, Ну еще по словам источника, это самые точные рендеры линейки Galaxy S20 от производителя чехлов. Здесь смартфоны показаны только сзади и можно, кстати, сравнить количество камер. Вот получается, что на базовой модели их будет 4, а на старших S20 Plus и S20 Ultra по 5 модулей. Ну хотя, кстати, на S20 Ultra какое-то очень странное расположение, мало в такое верится, но посмотрим, все, конечно, может быть. Если говорить про диагонали экранов, то у базовой модели будет диагональ 6,2 дюйма, S20 Plus получит 6,7 дюйма и S20 Ultra получит диагональ 6,9 дюйма. Материалы корпуса, конечно же, стекло и металл. Теперь давайте перейдем уже к характеристикам смартфонов. Значит, опять же, спасибо OnLeaks, у нас есть табличка с подробными спецификациями всех трех представителей семейства Samsung Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Значит, здесь я бы что хотел особо отметить. Ну, во-первых, дисплей. Разрешение будет 2К, конечно же, но что касается 120 Гц, недавно были утечки о том, что все-таки не будет такой частоты, но благо они быстро опроверглись. Вполне возможно, вполне возможно, то, что 120 Гц не будет именно на 2К разрешение, то есть это будет работать только лишь на Full HD+, есть такое предположение тоже по слухам. Но, в общем, в каком-то виде 120 Гц точно будет и это радует. Дальше у нас идет камера, конечно же, 108 Мп, основной модуль, как и ожидалось. Еще я хотел бы отметить то, что телеобъектив будет на 48, это тоже довольно интересно. Будет, скорее всего, возможность записи видео в 8К, 30 фпс. Ну и отдельный респект Samsung за то, что увеличили батареи. Теперь в базовой версии смартфона 3730 мАч, побольше все-таки, чем было. На S20 Plus у нас 4300 и на S20 Ultra у нас 4900, почти 5000, и это радует. Что касается цен, то Galaxy S20 будет стоить от 800 долларов, Galaxy S20 Plus от 1000 долларов и Galaxy S20 Ultra от 1100 долларов соответственно. Ну а точные характеристики и внешний вид устройств мы узнаем уже из презентации, которая пройдет 11 февраля, а старт продаж намечен на 6 марта. Вот такие вот будут смартфоны, ребят. Пишите в комментариях ваше мнение, будете ли вы покупать эти новинки. Ну а с вами был FutureTime, подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!